Я не хочу быть стариком, я не хочу быть стариком, кричал в 66-м году Михаил Жванецкий, а в 2000-м он уже говорил, Господи, прости меня, Господи, прости, я бы не сел за руль автомобиля, я бы не родила сына, у меня бы никогда не было компьютера, я бы не узнал, как жару включать, похладу, я бы никогда не посадил за сто, сто человек, я бы не прочел, просто, нитше, я бы не прочел самого себя, что делать? За продолжение жизни надо платить старостью, благодарю. История о белом ковре. Да-да, здравствуйте, господа, с вами Лилия Павловна Коваленко. Это знают все психотерапевты, это, в общем-то, уже притча. У дамы был белый ковер, она его лелеяла и холила, он всегда был у нее белым, но мешали дети, не ступали по нему ножками, мешал муж-наглец, который иногда вообще забывал снимать обувь и шел по белому ковру. Довела себя до невроза, чистила, скребла, ковер был всегда белый. Состояние не понравилось ей, она пошла к психотерапевту, рассказала все это. Вы знаете, что такое бывает часто навязчивость, приводящая от невроза. Ну и что будем делать, он сказал. Уберем ковер или плюнем на него и пусть и ходят. Или оставим ковер, а уберем всех ваших близких. Один раз я поняла, что время работает на тех, кто меняется. Если компания не меняется, она разоряется. Если человек не меняется, его увольняют, бывают и ситуации посложнее. Постарайтесь меняться. Не говорите себе никогда нет. У вас есть возможности. И даже если мир вам говорит нет, вы спорьте с ним. Спорьте. Вы победите. Если совсем плохо, ну тогда ладно, принимайте. Но перед тем, как принять, попробуйте, поспорите. А вы знаете, сколько сообщений падает на нашу голову в течение дня? Три тысячи. Да, господа, три тысячи. Это все. И гаджеты, и реклама, и лента Фейсбука, и вообще все наши социальные сети. Нам надо только 10% от этой информации. И что в итоге, в итоге остальные попадают в спам. Будем интересными друг для друга. А я попытаюсь вам открыть маленький секрет. Для того, чтобы вы нас выбрали, чтобы нас посмотрели, потребуется всего лишь, господа, услышите, 11 секунд. 11. Вот как пультом клацают, вот так вот это и происходит. Мужчины выбирают, кого смотреть, а кого не смотреть, всего лишь за 2 секунды. Хотите узнать, как делать подобное выступление? Как быть публичным? Доходите, подписывайтесь. Буду рада.